То есть трое детей. Мариники семь, Софья четыре. Я задолбалась за ними убирать, постоянно за ними убираю, работаю вот так. Ни хрена не успеваю. Вопрос, нахрен мне еще котенок. У меня просто нет слов, я очень злая. Я еще пиво выпила, меня кутипать перестало, потому что Жека его привез, и вот. Может, как год избавились от горшка, там памперсы, там говно постоянно. Тут горшок, слава богу, Софья же ходит на унитаз, не надо все. Тут, блять, котенок. Постоянно, да, он на улице не будет гулять, у него туалет будет в квартире, то есть постоянно это говно я сказала, убирать я за ним не буду. Ставь там в ваконе или в зале где-то там, чтобы я ни в туалете, ни в ванне, ни в прихожей, вот этот судочек с туалетами его я не видела, и убирать я не буду. И посмотрим, как долго ты выдержишь. Убираешь сам, Евгений, или приучай детей, дети, конечно, рады. У меня вопросы, но он не сказал, у кого взял, взял. Я думаю, ты скажи, у кого взял, я сейчас пару ласковых напишу, свой привет передам, что я по этому поводу думаю. Просто вопрос, у тебя мозги есть, та, которая отдавала котенка? У меня трое детей, ты думаешь, мне больше делать нехрен, еще котенка мне? Евгений Юрьевич, посмотри на это совсем другими глазами. Можно, сколько же можно видео на снимать? Вот я снимаю первое видео. Короче, я очень злая, и чувствую, соседи скоро будут слышать наши скандалы, поэтому того, что оно посрало, никто не хочет убирать, естественно, дети не в восторге будут от того, что какашки надо убирать. Евгению, наверное, тоже это не будет нравиться, а я убирать-то не буду. Я не касаюсь этого. Поэтому та, которая отдала котенка, жди скоро в гости. Обратно. Мариника, вы же знаете, что говно за ним будете вы убирать? Да. Ну вот смотрите, если не будет поделать, полетит этот котенок с балкона далеко и высоко. А он на 4-м аппетит. Ну, значит, будет часто летать, если вы не будете за ним постоянно вовремя убирать. Мы будем. Угу. Кошкин. Да уже... Какой раз он уже насыпался мне в пол. Так, котенок, иди к обе. Да, булочек. Я просто в шоке. Мука. Только не мука, это мульчик. 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 Не, надо повыше. Пошли дальше убирать. Тебе уроки делать еще. Да я уже написала. Сейчас будем еще примеры решать. И таблицу умножения повторять. Не, нет, а да. Я гуляю. Никаких гулять, идем таблицу умножения повторять. И учить, мы еще не выучили. Все, всем пока. Его нигде нет. Проверим. Идем, идем, идем. Нету, нету. В туалете нету. В ванне нету. В ванне нету. В прихожей нет. В прихожей тоже нет. В зале нет. И в зале тоже нет. Кто-то пришел. Вот так всегда, как только я начинаю снимать, кто-то приходит и меня отвлекает. Здорово. Здорово. Привет. Я всем показываю, что его у нас нет. Того, кого. А про что я говорю? Я говорю про туалет. Я его спрятала. Я чуть-чуть успокоилась, когда сказала, что туалет будет здесь. Смайлы. А почему здесь? Туалет в зале. Почему в зале? Потому что здесь стол, это рабочее место. Мариники. Если там будет дурно пахнуть, Мариничка это сразу будет слышать. Правильно? И придется убирать. И папа тут. И папа тут рядышком. И папина рабочее место. И Дима в этот софушку выпускает с тем животным. Поэтому туалет у нас в зале. Но я его не вижу. Нигде. Нормально. И запаха пока нет. Оказалось, что это животное приучено к лотку. И? Мое животное. Животное. И вот это животное, которого зовут Мурчик. А я ему новое имя придумала. Вы их называйте как хотите, но это животное будет Оскар. Привет! Так вот. Мариничка здесь. Папуля у нас здесь. Если они вовремя убирать не будут, они будут слышать вот этот запах. Придется убрать. Ну, в общем, я чуть-чуть успокоилась. Так что Мурчик жив. Здоров. С балкона не летает. Все нормально. Сейчас покажем. Да. Пошли покажем, откуда он кушает. Соф, Мариничка. Ой, софушка. Что у нас здесь тарелочек? У нас полно детских тарелок. Поэтому... Ага, все тут пусто. Вот так. У нас еще такая красненькая есть. Мы ее, правда, пока не нашли. Завтра будем убирать. Может, найдем. Да. И вот такая вот у него детская посудка. Я думаю, твои куклы не будут в обиде. Да? Да. Мурчик, рыбки положи тебе. Эй. Котик. И, кстати, кормить мы его решили нормальной едой. Той едой, которую кушаем мы. То есть тут есть немножко еще этого сухого корма, который Жека привез вместе с ним в первый день. Но так мы ему даем молочко, меняем с водичкой, колбаску, рыбку. И тут будем приучать к супе. Ну, в общем, то, что мы кушаем, то и ему будем давать. Как бы сухой корм. как-то я не восторген от этого сухого корма. В общем, будет кушать у нас нормальную человеческую еду. Да. Кушает. Он кушает? Да. Легко кушает? Да. Ну, я ему чуть-чуть положила. Не знаю, может, обрезывает. Вот так вот. В общем, Мурчик жив-здоров. Ему у нас хорошо спит. Он, кстати, на кровати. Я не разрешаю, увы, под одеяло, но на одеяло или в ногах спит. Вчера заспал с Софушкой. Пока Софушка лежала, пришел к нам. Вечером перекочевал к бабушке. Первую ночь спал с Жекой. Ну, в общем, этот, по очереди со всеми. Кстати, Жек очень правильно поступил. Если он хотел, чтобы у наших детей было животное, котенок, вот так надо, вот так и надо было сделать. Потому что я никогда бы добровольно не согласилась на животное. Никогда. Мое котеоречное нет. Почему я расскажу потом. У нас была собачка, у нас было две свинки, и это столько уходило моего времени, чтобы о них заботиться. Опять же, почему котенок? Я больше люблю собак. Он принес котенка, думаю, боже, ну почему котенка? Ну хотя бы собачонок. Блин, рыжий. Ну, черного белого бы принес красиво. Ну, рыжий, да, мне пару человек написали, что к деньгам. Жек тоже такой, почитал, погуглил, там написано, что рыжий котенок прибыл. Ура! Я деньги люблю, большой плюс в этом есть, пусть будет рыжий, хотя же я не специально его выбирал. И здесь плюс, почему котенок, вот допустим, собака, с собакой надо гулять, правильно? Утром, в 6, в 11, вечером, сейчас, Софушка, не важно, какая погода, там дождь, снег, слякать собаку, надо выгуливать. Потом мыть лапы, если дождь, это постоянно лапы мыть, ну, с собакой намного больше, мороки, скажем так. Котенок, то, что Жек сказал, что котенок будет дома, это плюс, потому что я вижу, как домашние коты, здесь у нас гуляют по помойке, по мусорке, потом они несут все это в квартиру, не, если он будет домашний, хорошо, я согласна, лапы не надо будет мыть, морду, зубы чистить, не надо будет. Что, солнышко? Подойди, я подошла к тебе. Не, вот так, поменьше, как ты стояла. Так тебя не видно, вот здесь видно, софушка, вот сюда смотри. Не, буду тебя сейчас сидеть. А, как бы с меня смотреть, ну, хорошо, смотри на меня. Вот, поэтому то, что он принес котенка, это было правильно, потому что с котенком все-таки мороки меньше, вот, разве что убирать туалет, кормить, ну, и все. Блох я, кстати, словила, штук 15, ну, я это дело люблю, ловить блох, ловить в шее, ловить мух, если что, обращайтесь. В общем, котенок жил, ему с нами как, хорошо? Да. Котенок с нами доволен? Да. Хорошо. Пока! Привет! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова